Курс на национальные проекты. У муниципалитетов появилась универсальная возможность решать любые вопросы, привлекая деньги вышестоящих бюджетов. Благодаря этому механизму Самара заметно преображается. Сегодня на повестке дня промышленный район. По численности населения он самый большой в городе. И планы перед руководством стоят масштабные. Все те задачи, на которые указывают жители, должны быть отражены в стратегическом планировании. Президент страны, как вы знаете, принял решение расширить горизонт реализации национальных проектов до 2030 года. А что это значит? А значит, что и нам с вами нужно уточнить свои планы. Приоритеты развития. Как вы знаете, по итогам 2018-2019 года Самарская область заняла лидирующие позиции в стране по реализации нацпроектов. Абсолютно лучший результат мы получили в Привожском федеральном округе. Стратегию лидерства необходимо развивать, чтобы и дальше сохранить заданные темпы. Каких результатов добился промышленный район и какие задачи в перспективе обсуждает Политсовет местного отделения партии «Единая Россия». Свой доклад глава района Андрей Семенов начал с создания условий для самых маленьких. Один из наиболее актуальных вопросов – новые детские сады. В прошлом году в систему дошкольного образования вернули и капитально отремонтировали детский сад на 240 мест на улице Нововокзальной. В помещении на улице Фискультурной разместили ясельные группы. Начинается строительство новых. В этом году начинается строительство детского сада на улице Шверника на 150 мест. Уже разработана проектная документация. А также разработана и уже проходит государственную экспертизу детского сада на 240 мест на пересечении улиц Проспекта Кирова и Старозагора. Проводится капитальный ремонт школ и домов культуры. Само заседание проходило в обновленном ДК Победы. Но есть еще и те объекты, что ждут своего часа. Болевой точкой на карте района остается кинотеатр «Юность». Жители предлагают свои решения, как вдохнуть в заброшенные здания новую жизнь. Такого размера здания, оно очень даже удобно для расположения в нем школы искусств. Потому что по размерам, по площадям, небольшое количество кабинетов там возможно сделать. Было бы замечательно, если бы это было сделано. В Самаре много творческих людей, талантливых педагогов. А с открытием еще одной школы искусств у детей будет больше возможностей для самореализации. Глава города Елена Лапушкина выразила уверенность, что это вопрос ближайшего будущего. Очень надеемся, что нам в решении этой проблемы поможет национальный проект «Культура» в этом кинотеатре. Сделать художественную школу. Школу музыкальную, школу художественную, школу творчества, где будут театральные кружки. И такая обобщенная школа искусства будет. И мне кажется, она будет достаточно успешной. Проектирование мы будем проводить в 2021 году. Инициативу поддержал и губернатор. Причем Дмитрий Азаров предложил расширить возможности использования здания. Сделать проект, чтобы там была не только школа искусств, но и школа ремесел. Многие люди занимаются различными ремеслами. Для некоторых из них это в том числе дополнительный источник доходов. В промышленном районе проводятся модернизации здравоохранения. В больницах реализуется проект «Бережливая поликлиника». В учреждение поступает современное оборудование. Предусмотрены деньги на строительство нового корпуса детской инфекционной больницы. Приводятся в порядок и транспортные артерии города. Такие как Заводской шоссе, улица Старозагора, Солнечная, Калинино-Краснодонская, Нововокзальная, проспект Карла Маркса. Финансирование поступает в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Масштабные обновления проводятся и на тепловых сетях. Шесть участков теплотрассы переложено в 2019 году. Еще шесть в 2020. Сквер возле храма Кирилла и Мефодия в прошлом году радикально преобразился. Здесь ликвидировали непроходимые заросли сухостоя и посадили 150 новых деревьев. Территорию облагородили, дорожки выложили плиткой. Теперь знаковое для Самары место еще и одно из самых благоустроенных. По программе «Комфортная городская среда» отремонтировали также 13 дворов. Работы идут еще в 11. Благодаря проекту «Содействие» появляются новые спортивные объекты. Промышленный район – один из самых футбольных по числу команд участниц проекта «Лето с футбольным мячом». Территория – абсолютный лидер Самарской области. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова